доброе утро друзья сегодня понедельник 1 мая всех с праздником мир труд май и меня тоже сейчас получается я уже разгруженный потому что сегодня ночью меня взяли разгрузили я поехал доспал час выспался пока мне искали груз и нашли мне груз получается из саунд-дакоты колорадо везу какую-то хрень непонятно и вообще в документах там что-то написано вот просто написан вес и и вообще что это куда это непонятно ладно сейчас будем узнавать ехать не ровно 20 минут 18 миль поэтому я успеваю меня там обойтнут в час поворотник включи хотя бы придурочный дед обычно должен гадать куда тебе надо налево направо и самый прикол что мне на этот груз на доставку дали два с половиной дня а ехать здесь пять часов его вести в принципе как бы ну фигня вообще полно едем в колораду колораду где красивые горы где красивые виды вот что-то плохо себя утром чувствовал не знаю сейчас сказали что с 1 по 10 число какие-то прям магнитные бури огромные я прям на себе с утра это почувствовал потому что когда я разгружался с утра в тёмках думаю что-то у меня думаю сопли побежали оказалось не сопли а кровь вот я там заткнул тряпкой ко мне вон подбежали с этим шиппинга офиса говорят тебе что чем-то ударил тебе что-то отлетело что случилось и огнение все нормально тоже дали мне салфеток вот и у меня разболелась башка после этого сейчас все нормально все хорошо немножечко поспал а у меня был получается рестарт я вот этот груз который брал в пятницу отвез за пятницу и субботу и встал прямо прямо возле разгрузки буквально в 7 минутах здесь был трак стоп который flying j я там стоял вот и мне было 7 минут ровно до разгрузки разгрузился в принципе можно ехать дальше вот что-то груз с грузами в саут-дакоте хреноватенько потому что долго искали где-то три часа примерно взяли какую-то фигню лишь бы уже уехать поэтому грех жаловаться надо отсюда выезжать в принципе понедельник всегда такой тяжелый по грузам они там более-менее как проскачиваться там вторник среда уже хорошо всегда плохо либо пятница либо понедельник поэтому все едем на загрузку сейчас буду снимать чё там чё там чё там дают так я приехал получается здесь какая-то стройка щебень то что я люблю и месяц позвонил диспетчер она сказала что будь осторожен с этой компании потому что они грузят постоянно овер типа перегрузом и я сейчас в этом сам убедился потому что два трака здесь стояли взвешивались на весах хорошо у них хоть весы есть вот сюда первый заехал у него вес был 83000 другой 91 он такой заехал смотрит на это она говорит у тебя это перевес он такой нет трак легко едет быть я же чувствую все нормально она ему показывает весы там просто 90 с чем-то тысяч все чувак сразу такой тип лопа приуныл так она говорит типа тебе надо налево 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 и ты приедешь куда-то там там получается у них загрузка только драйвэй на это сухой груз у меня же принес . то флэт бэд так сейчас опять налево она сказала я опять налево и ты горит упрешься погодка кстати такая приятненькая 17 градусов south dakota радует сейчас ехал здесь одни коровки бычки молодые стоят красота все цветет и пахнет вот надеюсь без всяких приключений какая-то такая компания непонятно первый раз кстати здесь гружусь до это вообще ни разу здесь не бог поэтому все набьем все внутрь я приехал здесь видите такие мешки стоят какая-то известь может цемент может еще что-то но не загрузка очень интересно проходит то есть уперся туда все и тебя просто летают машинки таки бежит загружается но у меня-то к не столько у меня по идее должны сбоку начать грузить или будет как-то непонятно ждем в общем передо мной вот этот трак тот трак народу дофига загрузка не происходит ничего не происходит везде видите меня взял чувак на погрузчике на загрузку катает меня здесь по ярду туда-сюда туда-сюда потом не говорит такой просто как отдохни здесь я пойду узнаю вообще где-то груз а мы просто уже вот так зигзагами тут 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 приехали обратно там развернулись сюда вставим к все стой здесь как не ездить за мной прикол какой-то вот здесь видите все разное там материалы для крыши тут какие-то фигни что-то непонятное везде разная фигня он я слышал несется вон опять поэтому сейчас поедем куда он скажешь опять мы едем точно туда же откуда приехали так не обратно потом выезжать оттуда вот это больше не интересуется там вроде бы сквозной праве проход должен быть да надеюсь меню в дырку там что-то на хрен заеду вот это место нет просто были зацепить ничего не оторвать такие конечно дело потом спрашивают где-то гвоздь поймал куда отправляет там и езжу тут не только гвоздь поймаешь ну еще что-нибудь о стоит сейчас я видим следующим будет пакеты не разорвать прям вот из этого с кучей в мешок нагребает и продают потом а все рады прикольный прикол вообще так все приехали походу груз прям мега хреновый посмотрите просто как пейзанская башня на левую сторону а кстати здесь весы есть представляете весы весы витя так что здесь все нормально хоп вес нормально пока что сейчас загрузят посмотрим самое главное хрень оттуда вести так так да еще и платят за меня фигню как обычно цена фигня ооо он еще на эту странную сторону это я конечно не закрою конечно молодец а хе-хе-хе сейчас буду говорить ему что чувачок не лезет твоя хрень она очень сильно выступает прям причем очень сильно сейчас надо сказать чтобы двигать сейчас ему говорю подвинь чувак говорю вообще это никак не едет он такой окей просто вот так вот видите как они стоят это короче назад а хе-хе-хе кланится мне еще вести это по горам Денвера по колорадо здесь такая вот фигня то есть как бы ну надо развернуть я ему говорю он сейчас разверну все жесть конечно вот это груз мне попался охрененный сейчас будем думать что делать сейчас будем с ним крутить вертеть он немножко подвинул я говорю ну вообще не то надо менять траекторию груза на меня выпадет просто через бок начались будни дальнобойщика что делать работать надо пришлось немножко поскандалить вот и сразу же видите началась нормальная загрузка вот эта хрень он сюда ее сразу двинул он говорит буду грузить тебя от начала до конца плотно плотно чтобы говорить все у тебя доехало я раньше так нельзя было сделать получается ну а что он там цепи не поломал ничего не сделал а здесь эти штуки надо тоже убрать сейчас чтобы он за это не захерачил вот видите уже сразу начинает трамбовать напланировать что стоило только гаркнуть сразу дело пошло такие вот видите американцы тоже нафиг им не нужны всякие приколюки так тут надо подвинуть вот эти штуки то они нахрен все попробивают мне здесь вот так и цепи головой треснулся еще все пошла загрузка ну я загружен с горем напополам сейчас получается мне сказали ехать на скейлы говорят объедь вокруг здесь я не знаю как здесь объехать тут конечно трэш развернись говорится здесь где нибудь и на скейлы мне не влезло два палета у меня было типа 22 заказано влезло только 20 оказывается то что мне когда дали в последний момент конец того 48 диспетчеру об этом не сообщили вот и поэтому и поэтому я короче в афиге никто не знает видите очень тяжело трак ведется я надеюсь что там все таки пятьдесят ой это сорок семь мне надо показать вес если я покажу будет вообще все отлично куда ехать то господи вообще не знаю трэш хе-хе ну это конечно клоунад какая то мне такое не нравится там вообще дороги нету господи куда мне ехать то вообще вообще непонятно ну пофигу ладно сейчас встретимся посмотрим что там покажет вес и все завтра меня будут открывать походу потому что очень 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 тяжело закрыли меня палеты торчат со всех сторон торчить и очень очень плохо точнее не палеты а мешки эти сейчас сейчас они немножко растрясутся их конечно прижали там как смогли но я как чувствую это ненадолго поэтому едем пока пробираемся в какой-то ферме главное сейчас не останавливаться не утонуть в грязи в какой-нибудь потому что у меня был прикол такой же я ехал зимой в декабре и там была такая фишка надо было ехать не останавливаться а я остановился и пришлось одевать цепи потому что все трак встал а тронуться уже не могу там бельдозер как стоит все в шоке сидят смотрят на меня думают дурачок но мне сказал так чувак выезжай отсюда просто окей как сказал так я и еду вот такую хрень просто в мешки забивает и я везу ее сейчас посмотрим что там хорошо все прошел по весу вес total gross получился 64000 2047 я никак не смог взять даже бы если бы мне загрузили вот эти последние палеты все равно бы я вес 47 не показал вот и там конечно все в шоке потому что типа что за хрень я говорю о нем сфотка груз почему так получилось почему так мало я им прислала у меня получается от самого конца от самого начала до самого конца все под потолок они такие не ну да ну да все поэтому выдвигаюсь я в колорадо сейчас поедем но это наоборот хорошо у трака получается общий вес 64 сейчас я буду в горы просто лететь потому что там сейчас какой-то определенный промежуток я проеду будет равнина смотрите коровки стоят я про них говорил коровки бочки лохматенькие стоят тут некоторые коровы такие когда едешь смотришь они прям плюшевые плюшевые прям такие надо вы чувствуете на это на выставку возить а они прям стоят здесь по сути наверное vip поэтому все сейчас проедем ехать меня как оказалось 9 часов а не 6 потому что это все таки горы все в этом роде поэтому так по лукбуку у меня осталось там еще целый лукбук 9 часов где-то как раз за час за два остановлюсь спать и с утра часов 7 где-то в 6 встану доеду оставшееся время завтра у меня обещают быть какая-то веселая разгрузка потому что я уже посмотрел место где меня будут разгружать это ни хрена место не для траков поэтому поэтому будем сейчас опять вензеля вензеля все увидимся с вами завтра дорога снег еще лежит представляете сколько времени то 1 мая снежочек еще лежит в этой дорога узкая вензеля у меня еще ехать так 112 миль что где-то равняется где-то 180 км я еду думаю не пойму что-то вообще не видно ни одного трака только я один здесь еду и все дорога нормальная то есть едешь 40 миль в час естественно вензеля вот такие вот повороты очень крутые то подъем в горку то спуски что-то я не посмотрел внимательно навигатор сейчас страдаю страдаю но все равно прикольный город такой маленькие деревеньки заснеженные хоть что-то посмотреть груз пока что я вижу через тарт нигде не торчит надеюсь я так и доеду вот еще раз позвонил диспетчер сказал что цена у нас не меняется брокер сказал что it's ok годится целая фура наггетсов как там написано наггетсов вот и это самое главное а завтра еще груз не нашли ничего не нашли ехать осталось 8 часов час с чем-то я уже проехал так проехал по 40 миль в час где-то миль 60 наверное проехал и все было 500 нет 600 с чем-то там 600 нет 590 с копейками сейчас 510 осталось но прикольно все равно такой вид можно можно еще ехать красиво доброе утро друзья что не утро то приключение загорелся чек вообще не знаю что происходит с драком вчера доехал нормально по горам дэнвером отдыхаю сейчас на против красивого озера ехал вчера часов до 10 где-то у меня сначала начал гореть паркинг брейк начал мигать это значит что он был неисправен вот сейчас загорелся чек я скинул клеммы чек сначала ушел сейчас опять загорелся трак себе очень странно ведет подстраивает его подтряхивает до разгрузки у меня остался где-то час не знаю доеду или нет и стоит ли вообще пытаться ну волевого по-любому тебя довезет поэтому пытаться стоит надеюсь чек сейчас по дороге пропадет и это как очередная какая-то хрень потому что траку даже нету 6000 майлов пробег видите 6200 у него пробег а уже вот приключения такие начинаются так что с добрым утром все поехали работать фармить бабки я на разгрузке приехал деревня узкая капец тут 20 миль остается до Аспина это самый крутой горнолыжный курорт в колорадо на улице прохладненько 15 градусов вот и надо сейчас пойти туда посмотреть вообще обстановку СПС мне вот туда тоже чувак привез видите я так же привез сейчас пойду посмотрю что там да как вот и как раз если место здесь развернуться потому что я люблю смотреть сначала прежде чем заезжать СПС что дело то не особо то идет а не вообще с восьми написано да мистиката здесь то и нет развернуться ха 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 сейчас опять будут вензеля 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 так протягиваем трак туда-сюда селис континьюз ну в принципе можно можно в общем отдал документы сказали и говорит типа 20-30 минут вот этот разгружаем говорит еще минут 20 потом этот разгружаем трак и ты говорит заезжаешь и все вот этот трак сказали минут 40 где-то будет разгружать меня тоже наверное жесть ну пофиг как раз есть время поесть как раз проголодался не завтракал умылся влажными салфетками и поехал вот она жизнь дальнобойщика трачок такой старенький местный видимо с номерами колорадо соль принес это в мешках соль а это какие-то удобрения поэтому ждем колесик такие малюсинки на тракте даже не похожи ха 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 как калушки поставил что ли поэтому ждем ждем друзья что volvo это странный предмет чек Вроде бы есть, но его нет Видите, пропал Я 2 часа, нет, сколько, полтора часа ехал с утра И чек горел Сейчас все, чека нет, как бы все хорошо Какой-то трешак просто непонятный Я вообще с этой Вольво И троить перестал И не знаю, сейчас она в гору проехала Вся проперделась Все отлично стало Вон трак выезжает, этот белый получается Я сейчас буду заезжать И все Там какой-то геморрой с разворотом Сейчас будем тоже что-нибудь пролезть Смотреть Как выезжать У меня 48-я, поэтому мне будет полегче Сейчас руль туда, назад И поехал Так, надеюсь, мне сейчас найдут груз Потому что здесь такая местность Везде горы И вообще негде встать Просто негде встать Все какие-то Трак-стопы, которые находятся здесь Они просто там На 12 парковочных мест На 5, на 6 И просто какая-то дичь Вообще непонятная Вот, поэтому Мне это немножко раздражает И тут еще такая фигня Что если выехал Не в ту степь Развернуться сможешь там Не знаю, через 20 Через 30 Поэтому как-то вообще не очень Не очень Все, трак выезжает Я сейчас заняю своего дружка Будем разгружаться Так, я с трапа сейчас Снял Груз доехал, как ни странно Причем Вообще Ну спокойненько Так все открывалось Все, короче Прям пушка Гонка Вот этот заваленный Ну его так поставили Изначально Это пофигу Вообще Мужик один разгружает Очень-очень долго Все происходит Вот, смотрите Какая гора Красная Красивая Колорадская В принципе Это Все Груза пока нет Ехать некуда Я пока не тороплюсь Потому что еду Куда-нибудь не туда Здесь вниз Дорога на Лас-Вегас Либо обратно туда В сторону Центра Америки И все Сейчас надо будет Трейлер Подмести Потому что Вот это вот прям После этой хрени Все Не очень хорошо Все Жду разгрузки Еще он сказал Минут 30-40 Можно Ну вот и все Всего лишь Каких-то Три часа Я разгруженный Груза нет Ни хрена нет Поэтому еду На какой-то Ближайший Тракстоп Я не знаю Мест там всего 12 Написано Что все уже занято Но время такое 10 часов Я думаю Что что-нибудь Мне там достанется Поэтому Печалиться Некогда Чек Энжин пропал Но У меня Как-то странно Стало Работать Педаль газа Очень странно Она стала Такая Не мягкая Как-то Поддутая Вот Такое ощущение Как будто Я как на тормозе Еду на ней Тоже как-то Непонятно Сейчас буду звонить Узнавать Спрашивать Что за хрень Что за фигня Может что подскажете Но это Вообще То есть как бы Надо прям С усилием Ее надавливать Чтобы она прям Ну фигачила Какая-то фигня Просто угар Сейчас звоню Своему Начальнику Техническому отделу Говорю Все Педаль Тор Это газа У меня Короче Не работает Колом Встала Вот Он мне говорит Коврики поправь Я поправил коврики Реально помогло Представляете Он говорит Там Ну нету Чему Говорит Чтобы она Колом Встала Говорит Там пружинка И все Поэтому Мои технические Познания В траке Ну вы поняли Короче Такие себе Сейчас да Коврик поправил Прям вообще просто Как и было Все Пушка Гонка Все Она прям Давится чуть-чуть Все И поехал Так смешно Вообще Это просто как За рулем Блондинка Кошмар Груз не нашли До трак стопа 20 минут Поэтому Едем дальше Все Коврики не мешают Можно ехать Летим Летим на загрузку Нашли груз Спустя 2 часа И груз этот Идет у нас С вами На Огайо Пока не пойму Что там идет Потому что Там вроде Тоже какие-то Мешки Щебень Что-то такое Вес 47 Сказали Будем грузить По максимуму Но фишка в том Что у меня Пустые 2 бака Поэтому Надо запас Немножко оставить Здесь вообще Очень тяжело Что-то с этими Пайлотами Fly and Jay Вообще Ничего нету Надеюсь Где-нибудь Там по пути Найду Потому что Ехать не обратно Опять через все эти горы Через все эти Туннели Это вообще Такой Американские горки На траке Вот Так что 1400 миль Два дня Мне дается На этот груз Поэтому как бы Едем не спеша По 700 миль Каждый день Вот И В принципе Нормально В четверг доезжаем А там уже И новое видео На канале Поэтому Ждем загрузку Приехал на загрузку Такая вот хрень Там какие-то камни Опять какая-то щебенка И Вообще Просто Я причем Заехал на весы Мне бабка говорит Что ты можешь взять 47 700 Я говорю У меня пустые Два бака Она говорит Сколько у тебя Там 300 галлонов Пусто Говорю Вообще Ничего нет Она такая Ничего не знаю 47 700 Сейчас звонил диспетчер Говорю Что за хрень вообще Говорю Сейчас у меня загрузят Я заправлюсь И все Привет перевес Вот Поэтому Жду пока Они там Разберутся Что-то сделают Потому что там Какая-то бабка Просто неугомонная Пошла загрузочка Ставят мне Такие вот Гравенку Маленькую Что-то мне кажется Что она не помещается С двух сторон Знаешь Повезем так Просто Я подошел К деду К этому Говорю Дед 47 максимум Он такой Бабка сказал 47 7 Я говорю 47 максимум Говорю Два танка Пустых Говорю Два этих Бензопака Пустых Он говорит Ладно Ладно Сейчас Разберемся Потихонечку Грузит А дед Вообще Мексиканец Уже Такой Черный Такой Весь За этот Засмоленный Не знаю Может что В общем Везу Тоже На компанию Которая Занимается Как его Укладкой Таких камней Она делает Типа Как дорожки Вот Я посмотрел По навигатору Там просто Какая-то Дичь Непонятная Вагаю Поэтому Все Жду Пока меня Загрузится Потом Креплюсь И Выезжаю Ура Все Я загрузился Загрузили Под самые Помидоры 47 380 Я еще На пустых Баках Самый Прикол Вот Видите А до заправки Мне ехать 4 часа По горам Не знаю Дотянет ли Мне Вот эти Баки Мои Там Сейчас Надо будет Заправиться Получается Меня как раз Они оставили 700 Паунтов Вот И В принципе Как бы Я поеду Поплыву На Гаю Поэтому Ребята Камни Все Загружены Ставьте пальцы Вверх Кстати Немного Получилось 14 Парет Всего Поэтому Следующая Разгрузка Уже В следующем Видосе До встречи На выходных Но этот Видос Вы посмотрите Наверное В четверг Как раз Я буду ехать Мне дел Будет нечего Буду монтировать По дороге Одной рукой Одной рукой Рулиться Хе-хе-хе